Богатеть должен народ, а не отдельные люди, считает председатель ГКНБ Ханчевик Ташиев. Об этом он заявил во время встречи с жителями Харасуйского района Ожской области. Но мы уже знаем, что генерал слов на ветер не бросает и не говорит ничего просто так. Здравствуйте! В интернет-пространство выложили видеоролик всего на 1 минуту и 20 секунд, где глава ГКНБ Республики рассуждает о дикой приватизации и фактическом разграблении народного хозяйства бывшей Советской Республики в лихие 90-е. Он говорит о том, что в результате этого приватизационного беспредела и коррупционных махинаций некоторая часть граждан стала обладателем активов государственных промышленных предприятий, а также социально-культурных объектов. И вот эта только небольшая кучка политиков и чиновников-коррупционеров вдруг обогатилась до неприличия. А основная часть жителей страны так и осталась влачить более чем скромное существование. Подумайте, всего 1 минута и 20 секунд рассуждения генерала. А что за этим стоит? Разгосударствление – это не просто прихоть руководителя страны, не просто хитрая задумка чиновников и политиков, нагревших руки на национальном достоянии, на народных средствах. Прежде всего, это было обязательное требование западных финансовых институтов, кредитных фондов и либеральных благодетелей, которые готовы были давать кредиты и гранты молодой независимой республике, но только на своих условиях. Согласно их условиям, новое суверенное государственное образование, вставшее на демократический путь развития и переводившее экономику на рыночные рельсы, должна была прежде всего избавиться от своего недавнего советского прошлого, от наследия коммунистической идеологии и социалистического коллективного равенства. Избавиться прежде всего надо было от государственной собственности и развивать экономику на основе частной собственности. А потому все объекты промышленности и переработки, все объекты социального и культурного назначения, все, что было построено в советские годы для коллективного управления и пользования, в том числе колхозы и совхозы, все это должно было быть передано в частные руки. Но простой гражданин, вчерашний рабочий, оторванный от станка, или рядовой колхозник, работавший на полях коллективного хозяйства, как вы понимаете, участвовать в процессе приватизации просто не мог. У него на это элементарно не было средств. Другое дело, чиновники, коррупционеры, политики с явной деловой хваткой, чаще всего это бывшие партийные и комсомольские функционеры, главы исполкомов, областных структур и районных акемиатов, и еще работники сферы торговли. Вот именно они, как оказалось, вполне зажиточные граждане, сумели принять самое активное участие в так называемой приватизации. Правда, были еще некие ваучеры, если вы помните, которые выдавались жителям республики якобы как часть активов тех или иных объектов экономики. Но они, убедно ты, тут же за бесценок скупались теми же богатеями. В итоге, все, что можно было и даже более того, оказалось в руках определенной кучки людей. Я сказал, активно участвовали в приватизации. Так в чем же, собственно говоря, проявлялась эта активность? Ну, теперь-то уже понятно, что помимо зарытых в кубышках наворованных денег, чиновники республиканского уровня, областные бюрократы и районные акимы, а также рыночные и торговые воротилы, пускали в ход все свои ресурсы и чары. А именно, коррупционные возможности, должностные полномочия и служебные права, родственные связи, наконец. Вот если ты депутат или чиновник выше среднего ранга, если ты рыночный воротила или бывший партийный функционер, а ныне известный политик, ну, ты не мог просто оставаться в стороне от расхищения собственности государства и национального богатства. Ты просто обязан был получить свою долю от этого пирога. Вот это и было разгосударствлением или приватизацией. Такими, по сути, хищническими приемами десятки тысяч объектов экономики и социально-культурного назначения, промышленные предприятия, техника и технологии перешли в частные руки. Я не раз сам был свидетелем того, как вдруг потерявшие способность здраво мыслить и действовать в пределах разумного, проще говоря, ошалевшие от неожиданно свалившегося на них богатства отечественные нувариши, просто не знали, что им делать с заводскими цехами, с оборудованием, с остатками продукции и сырья на складах. Ценнейшее оборудование, станки и машины распродавались по цене металлолома. Фуры с демонтированными станками, бесконечными караванами уходили за рубеж. Автобаза с действующим парком грузового и пассажирского транспорта вдруг перестали обслуживать население, выполнять привычные перевозки. Технику сдавали в аренду в частные руки, и дальше этого дело не двигалось. Ну, почти. Пустые фабричные и заводские цеха зияли разбитыми окнами и звенящим эхом безлюдья. Новые хозяева, скупленных за копейки предприятий, не придумали ничего лучшего, как сдавать эти производственные площади в аренду. Рыночная торговля, кустарные мастерские, позже и мелкотоварное китайское производство заняли место промышленных станков и бригад коммунистического труда. Производили здесь колпачки для пластиковых бутылок, заколки для волос, булавки, бытовые мыломоющие средства, туалетную бумагу, ну и прочую немыслимо важную и востребованную на тот момент продукцию. Выглядело это, конечно, довольно жутко и дико. Странно, что никому из активных участников приватизации так и не пришло на ум возродить производство, поискать партнеров, ну хотя бы в ближнем зарубежье. Никто и не думал о реконструкции и усовершенствовании доставшегося ему наследия. Наследие. Мозгов не хватило только на демонтаж. Созидательное начало в сознании случайно обогатившихся граждан то ли замкнуло совсем, то ли в принципе отсутствовало. Сказать сложно. Но то, что они творили с нахально присвоенным достоянием народа, разумному объяснению просто не поддается. Но самый важный, негативный итог приватизации заключается в том, что именно этот процесс проложил первую и непреодолимую межу социального неравенства, которое за 30 лет превратилось в настоящую пропасть. С тех самых незабвенных времен приватизации в обществе стала зарождаться своеобразная олигархическая кучка, которая сегодня скромно называет себя элитой, сливками общества. Они, их дети и родственники всегда на виду. При выгодном деле занимают высокие должности, всегда стремятся в органы управления и в парламент. И чаще оказываются там, где сосредоточены нити управления и принятие решений. Они всегда на коне. А между тем, в душе каждого простого жителя Кыргызстана теплится надежда на то, что когда-нибудь национальное достояние будет все-таки возвращено народу и государству. Хотя не исключено, что вся эта возня с приватизацией и ее грабительские итоги породили в душе простых людей неверие в справедливость, отчаянное ожидание и желание пересмотра всего этого коррупционного беспредела. Ну и если генерал Ташиев затронул все-таки тему приватизации, отметил ее коррупционную сущность, то надо думать, что надежды простых граждан на справедливость оправдаются. И возможно, этот день уже не за горами. Генерал ведь слов на ветер не бросает. И это внушает уверенность рядовым труженикам Кыргызстана. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok